Всем привет! С сегодняшнего дня я начинаю серию видео по созданию мастер-модели шарнирной куклы. Конкретно в этом видео я расскажу, как сделать каркас для будущей куклы. Для этого нам понадобится чертеж. В моем случае это эскиз тела девушки. На этом эскизе не прорисованы шарниры и я позже объясню почему. Подобный чертеж можно легко найти в интернете. При запросе шарнирная кукла-чертеж поисковые системы выдают множество картинок. Вы можете выбрать любую, которая соответствует вашему вкусу. Главный критерий – тело должно располагаться в профиль и анфас. Или же вы можете нарисовать чертеж самостоятельно. Медная проволока. Вы можете найти любую другую, которая подходит именно вам. Ее можно купить в магазинах хобби или в хозяйственных товарах. Такая проволока продается в изоляции. Скорее всего она служит для проводки электричества. Но и для наших целей тоже подойдет. Только сначала вам нужно будет снять изоляцию с проволоки. Кусачки. Помимо кусачек вам возможно понадобятся другие вспомогательные инструменты. Такие как круглогубцы, или плоскогубцы, или длинногубцы. Фольга. Ее можно купить в любом супермаркете. При выборе руководствуйтесь тем, что фольга должна быть тонкой. Теперь я объясню вам, почему не прорисовываю шарниры на своем эскизе. Совершенно не обязательно, что вы должны делать точно так же. Вы можете продумать, как будут выглядеть шарниры и шарнироприемники. Еще на стадии чертежа. Я просто окончательно не решила, какие шарниры будут у моей куклы. Для чего необходимо делать каркас? Многие начинающие мастера шарнирной куклы допускают очень грубую ошибку. То есть начинают лепить куколку по частям. Руки отдельно, ноги отдельно, даже две половинки тела и те отдельно. Это совершенно неправильно и приводит к грубейшей ошибке. Такой, как неправильная центровка шарнира. То есть при такой ошибке кукла самопроизвольно подгибает коленки. И мастер не понимает, в чем дело. И пытается различными методами устранить этот недостаток. Его можно приглушить, но искоренить не получится. Так как это ошибка конструкции. Чтобы ее избежать, необходимо начинать лепку куклы не по частям, а лепить тело целиком, подобно скульптуре. Лично я единственное, что леплю отдельно, это голова, кисти рук и стопы ног. Эти детали заменяемы. И при лепке их легко подогнать под общий объем. Вообще, в идеале начинать лепить куклу лучше всего на глаголе. Это такая подставка с металлическим штырем в виде буквы Г, к которому крепится каркас. Моя кукла будет высотой 37 см. И лепить я ее буду из избегаемого пластика. И если я буду лепить на глаголе, то кукла просто не поместится в духовку. Поэтому я буду лепить на жестком каркасе. Я уже приготовила каркас из проволоки. Так как медная проволока у меня достаточно жесткая. И изгибать ее очень сложно. Поэтому я уже сделала заранее. Я возьму проволоку длиной 70 см и согну ее пополам. Эта петля будет служить головой. Далее я начинаю аккуратно скручивать проволоку до плечевого пояса. Именно тут располагается другой отрез проволоки, который будет служить каркасом для рук. Нужно постараться как можно лучше закрепить этот отрез проволоки. Но если у вас не получилось, так же как и у меня, то ничего страшного. Дальше я продолжаю скручивать проволоку до места, где располагается тазовая кость. И уже отсюда загибаю два конца проволоки и отпускаю их, эти два свободных конца, которые будут служить каркасом для ног. Теперь я займусь каркасом для рук. Эту проволоку я просто изогнула буквой П и вставила на место плечевого пояса. Можно отрезать все лишнее, а можно оставить так же, как и я, чтобы потом подкорректировать длину запястья. Дальше необходимо придать спине С-образный изгиб. Если оставить проволоку прямой и просто налепить сюда и сюда два бугорка, то получится не девушка, а двухгорбый верблюд. Очень многие делают именно такую идеально ровную спину с идеально прямой шеей и с двумя бугорками на месте лопаток и попы. Это грубая анатомическая ошибка. Шея человека имеет наклон вперед. Выпуклость, если это можно так назвать, в зоне лопаток. Прогиб в поясничной области. И опять выпуклость на месте поп. Очень важно придать спине этот С-образный изгиб еще на стадии формирования каркаса, чтобы в будущем избежать анатомической ошибки. Кости в ногах человека тоже не идеально прямые. Бедренная кость имеет небольшой изгиб спереди-назад. Именно эти изгибы в наших костях дают нам возможность стоять и ходить на двух ногах. После того, как проволочный каркас готов, необходимо набрать объемы с помощью фольги. Это сократит расходы полимерной глины и обеспечит необходимую полость мастер-модели. При наборе объемов необходимо часто сверяться с чертежом, чтобы не переборщить. И не нужно забывать, что сверху всего этого ляжет полимерная глина. Продолжение следует... Продолжение следует... Набирать объемы из фольги можно в произвольном порядке. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Вот теперь каркас готов. В следующем видео я покажу, как набирать объемы с помощью запекаемой полимерной глины и расскажу, какими пластиками не следует пользоваться при лепке мастер-модели шарнирной куклы. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока!